Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 13 февраля, день Никиты, день назван в честь святого Никиты Затворника Печорского, епископа Новгородского. В юности Никита был обольщен бесом, который предстал перед ним в образе ангела и сказал, чтобы он не молился, а читал книги. Братья, усиленными молитвами удалось отогнать от Никиты беса. Он исповедовал свой грех и начал вести строгую жизнь. Бог простил его и наделил особым даром. По молитвам к Богу, низводить дождь с неба, гасить пожары и многими другими чудесами. Сегодня молились святому Никите, потому что считали его защитником от молнии и пожаров. Вечером не рекомендовали выходить из дома, могут навести порчу. Особенно если 13 февраля выпадает на пятницу. Тогда весь день считается неудачным и опасным. И если пожар возникал в этот день, его считали делом огненных бесов и колдунов. Были специальные знахари и ведуны, которые умели заговаривать огонь. Приметы. Если огонь в печке горит красным пламенем, это к морозу. Если горит белым пламенем, это к оттепели и ранней весне. Если печь плохо топится, а дрова гореть не хотят, это к теплу. Пожар на Никиту порчен, наведенный на всю семью. Если ночь сегодня ясна, завтра будет солнечно. Если на деревьях выпал иний, ночь будет звездной. Если сегодня на солнце видны круги, к урожайному году. Если вспомнить тем более выдержку из Диблии, без воли Господа ни один голос не упадет с вашей головы. Для того, чтобы человек заболел каким-то серьезным заболеванием, должна быть веская на это причина. Поэтому устраняйте ее. Кстати, одной из причин является то, что люди обидчивы. И обида их сведает. Большую роль в развитии заболеваний играют обиды. Человек обиделся на кого-то, он не может простить. И вот эта обида, как своего рода посторонняя энергетика, она формирует в теле человека своеобразный энергетический очаг, в котором находятся клетки. И уже клетки организма управляются не общей энергетикой организма, а вот этим очагом обиды. И чаще всего они располагаются, допустим, в районе груди, в районе кишечника. И воздействуя долго на клеточку, они заставляют ее перерождаться. И клеточки начинают перерождаться совсем внуемо, делящуюся вот таком опытом. Интересно, а техники прощения существуют? Конечно, существуют и техники прощения для того, чтобы человек избавился от этого. Конечно, техника прощения довольно-таки сложная, но тем не менее она выполнимая. Для того, чтобы... Давайте пока мы будем обжаривать. У нас сейчас большая помощь в виде лукового супа. Да. Потому что все мы, знаете, привыкли, что вот что-то съел, или еще что-то там, дали нам таблетку, или даже взяли ножик и отрезали там эту больную часть. Но это не решает тех проблем, которые имеются у вас. В голове. В голове, да, в вашем сознании. Именно они-то и все это дело решают. Давайте с маслицем. Инатолий Петрович, ну, вы, конечно, меня каждый раз поражаете. Вот сегодня я радуюсь, что с луковой шелухой мы будем обжаривать. Да, все это дело. Потому что оказывается, потом мы будем процеживать. То есть у нас получится такой бульон даже. Да, 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 да. И именно этот бульон и надо будет принимать. Вот. Все, можно обжаривать. Можно обжаривать. Танюша обжаривает. А я пока... Мы ставим и обжариваем это все. Кружечки накрываем? Пока нет. Не надо, да? Техника прощения, она заключается в том, что прежде всего человек, который хочет простить, он должен войти в состояние своего обидчика и оправдать его. А почему он поступил со мной вот таким вот образом? Этот процесс не скорый, он идет долго, человек так меняется, трансформируется, трансформируется. И потом, знаете, прощение идет тогда, когда человек начинает плакать. То есть без этого феномена никакого прощения не происходит. Еще древние говорили интересную вещь, что тело очищается водой, разум очищается знанием, а душа очищается слезами. И вот надо очиститься слезами для того, чтобы та сквер, на которой у нас была и вызвала серьезное заболевание, вместе со слезами ушла. Ты становишься на место обидчика и объясняешь. Объясняешься самому себе, самому себе, почему он так себя вел или повел. И оказывается, что в конце концов, почему он это так сделал и почему ты так отреагировал. И важно, знаете, не то, что почему он так сделал. Оказывается, важно, почему ты так отреагировал. Потому что это скверное или духовное совершенство уже у тебя были. Они ждали своего учителя, они ждали своего момента, когда все это проявится. И вот именно не в том человеке надо его не прощать, А надо его благодарить, что он тебе помог проявить вот это несовершенство, которое, смотрите, не просто в тебе было, дремало. Оно в виде такой змеи, в виде такой болезни было у вас. И вы от него избавляетесь. Все. И оно уже, знаете, не имеет над вами силы. И опухоль раз, сама потихонечку рассосет и уйдет. А вы станете более духовно, зрелым более духовно совершенно. Вот в чем дело, оказывается. Да? А у нас суть до дела прекрасно зашкварчало лучом. Я помню вам две фразы, связанные с обидами. Но это уж вот когда получится вам прощать тех, кто вас обижал. Или давайте так, по-другому скажем. Вот наступил какой-то момент, и вы присядут и думаете, ой, я сейчас обижусь, ой, я сейчас обижусь. Оно уже пошло, что я уже обижаюсь. Выбирайте любую их две фразы. Первая. Все обиды от бедности духа. Великолепно. Вторая фраза, ну она такая женская, говорят, она принадлежала Зыкиной. Обида у дел корничных. Тоже. Тоже тонко. Поэтому имейте в виду, что вам нравится, то и выбирайте. Но обиды, конечно, на кого-то другого, к сожалению, нельзя только бать. Будем здоровы и будем знать, что такое правильный, целебный луковый суп. Вообще, конечно, миф заключается в том, что луковый суп – это традиционное французское блюдо. Но Австрия, Франция, они все-таки, ну, там рядом, по большому счету. Как Ростовская, Уголевская область, даже меньше. Это все на территории Аттреобласти происходит, они же очень маленькие, говорите, государства. И тем более Австрия со своей историей, когда она была просто венгерской, то она была какой-то своей независимой. Мы в Австрии можем как гуляж найти, так и этот луковый суп. И может быть, наш Рудольф тоже его взял где-то, посещая какие-то границы с Францией. Но смысл в том, что луковый суп – это всегда много лука, и он очень полезен. Кто-то ест с гренками. То есть это прямо вот... А, лук? Да. Именно луковый суп. Я помешиваю. Давайте, значит, когда суп будет готов, во-первых, его не процеживают, ну, вот покладывают в такой обычной кулинарии, нецелепной. А сверху кладут багетти, кусочек багета, ну, французский же кусочек багета и твердый сыр, ну, типа нашего чедра, допустим. И вот это все в горшочке еще кладут в духовку. 20-е лунные сутки. Энергетика лунных суток активизирует духовные качества человека и зовет его на подвиг. Чтобы чего-то достигнуть в жизни, важно оставить сомнение, принять решение и вложить все силы. И тогда все подвластно человеку. Главное, чтобы по достижению поставленной цели человек не возгордился. Сегодня рекомендуется читать духовные и нравственные книги, в которых описаны деяния святых, и брать с них пример. Есть рекомендация в этот день поголодать. Если это трудно, сделайте пищевую разгрузку на кисломолочных продуктах или просто на свежих салатах. А так как сегодня энергетически активен таз и бедра, то выполните упражнения, дающие наростку на них. Приседание либо ходьба на ягодицах. 21 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятны совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляйте высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделайте это сейчас в самое благоприятное время. Энергетика суток подавляет работу печени. Поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!